Субтитры делал DimaTorzok Ладно, слушай, так же как и у джетс, не переживай, так как дела? Особо ничего, я просто до смерти хотела задать тебе вопрос На данный момент я закончила колледж в прошлом мае И я пытаюсь построить свой собственный бизнес, бренд, хасл и все такое И мой вопрос тебе, я вполне уверена, скорее всего многие спрашивали это Все окей, все окей Как преодолеть эту преграду? После окончания универа ты чувствуешь все это давление, потому что ты пытаешься построить что-то Но ты еще такой молодой, но ты хочешь двигать свою тему и сделать что-то большое Я погрязла в рутине и не могу из нее выбраться Но у меня есть хасл и драйв, и я знаю, что я смогу что-то построить Но я сейчас просто в таком пространстве, это не позволяет мне... Позволь мне помочь тебе Ты в пространстве, в котором возможны макро-микро-проблемы Итак, макро-это терпение, микро-скорость, верно? Что я под этим имею в виду? Тебе нужно быть чертовски терпеливой, Тейлор Тебе 22-23 года, типа что ты думаешь внезапно случится? Да, я знаю Тебе нужно быть быстрый, с 7 утра до 2 ночи каждый день Но общая картина, тебе нужно осознать, что ничего хорошего не случится следующие 6 лет Окей Ты думаешь, мне следует просто попробовать каждую хорошую идею, которая, я думаю, у меня есть И просто полностью уйти в это, или ты думаешь, мне следует придерживаться чего-то одного? Я думаю, даже тот факт, что ты задала этот вопрос, значит, что тебе следует попробовать пофлиртовать со множеством разных вещей Потому что тебя искалит, что если, если ты не попробуешь Даже если это не идеальная формула, чтобы построить огромное состояние Потому что ты должна устроиться на одной теме, вместо того, чтобы быть наполовину прошаренной на девяти Тейлор, позволь мне кое-что тебе сказать Ты как? Позволь мне спросить давление Кому ты? Типа, ты пытаешься доказать себе, своим братьям, сестрам, своим родителям, миру Кому ты пытаешься доказать, что ты успешная? Либо, что это был верный ход, либо, что ты добьешься этого? Это то, в чем тебе нужно разобраться Это хорошая проблема Почему ты нетерпелива? В чем твоя проблема? Ты хочешь купить долбанный роликс? В чем вообще... В чем твоя... В чем спешка? Я как бы знаю Мне предназначено сделать что-то большое Мне тоже Я выросла в семье предпринимателей Я тоже Поэтому это мои крови у меня внутри Хорошо И я смотрю на всех других миллениалов Достигающих этих огромных, я полагаю, рубежей Каких рубежей? А я вижу здесь Давай проработаем это Сколько тебе лет? Мне 22, почти 23 Окей, какой рубеж? Пожалуйста, назови мне миллениалой достигнутый рубеж, который заставляет тебя чувствовать, что ты просто просиживаешь вонючем Баффало Хорошо, я просиживаю в Баффало, вот почему я недовольна Все верно, потому что это родина Баффало Биллс, говно команда Но, 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 но Перед тем, как ты это затронешь, забудь про просиживание в Баффало Что за миллениалы, что за рубеж, которые заставляют тебя чувствовать, что ты типа там просиживаешь Погнали Правду, погнали Хорошо, если честно, есть люди в социальных сетях, которые определенно не всегда Кто? Но я смотрю... О, Боже, единственное, что я могу вспомнить сходу, это Кардашьян или Дженнер, что тупо, но... Мы можем об этом поговорить? Да, мне кажется, конечно Типа, ты мне говоришь, что триллион сраных подписчиков Кали Дженнер в Инстаграм заставляет тебя чувствовать, что ты типа там просиживаешь? Нет, ну типа тот факт, что у нее уже есть запущенный бизнес, который супер успешный Ты учла? Ты учла? Ты учла? Ты учла тот фактор, что ее сестры и мама проектировали что-то 10 лет, пока она была тинейджером, чтобы она смогла окунуться прямо туда, что создала ей трамплин, что у нее были финансовые возможности произвести безбожное количество пластических операций и все остальные переменные штуки, которые позволили ей создать ту культуру и то финансовое преимущество? Ты учла тот фактор, что ее мама ниндзя в бизнесе и создала этот каркас? Да, и как бы немногие люди из-за этого этого доверяют Я, я согласен Я абсолютно уверена, что они построили эту империю Я согласен, но каким хреном это относится к тебе? Это никак не относится ко мне Я знаю Помнишь, как я... Ты смотрела, где я говорю, чтобы вы не смотрели на цацки ваших друзей или на то дерьмо, что я выкладываю в инстаграм? Да В принципе, не важно, видела ты это или нет Ты смотришь на Кардашьян, и это самый нелепый бред, который я когда-либо слышал в своей жизни Ладно, это первое, о чем я подумала, когда ты стрессил меня Отлично! Слушай, мы здесь! Мы здесь! Зови еще одного! Есть парень в Лондоне Я тебя привык, я тебя привык прямо сейчас Давай-ка я тебе дам Я хотел сказать отцовским, и мой отцу было сорок Сейчас я тебе дам кое-какой совет старшего брата или дяди, готова? Окей, да Каждая секунда, которую ты тратишь, думая о том, что есть у других Забирает время, в которое ты можешь создать что-то для себя Да Ты проигрываешь? Ты проигрываешь, потому что лежишь в своей кровати, смотришь на чьи-то поганые, гламурные, зафотошопленные картинки, где они делают что-то классное, и ты завидуешь, и ты ревнуешь, ты раздражаешься, и парализуешь свой потенциал Да, потому что я хочу там быть, но знаю, что я еще не там Ты же ни хрена не сделала Я знаю Разгребай говно, которое приведет тебя туда, таким образом ты заработаешь это вместо того, чтобы заостряться на том, что ты не там, и надеяться, что что-то случится О чем ты вообще думаешь? Да, я стремлюсь к этому, но, возможно, делаю недостаточно, наверное Ты определенно делаешь недостаточно, если у тебя хватает времени смотреть контент Кардашьяна и какого-то пацана из Лондона Ты прав Тейлор, послушай, послушай меня Ты должна проявить терпение, и ты должна полюбить процесс Я торчу от процесса, от боевых шрамов, от неудач, от стесненных обстоятельств, понимаешь? Тейлор, я отказался от своих 20 целиком Представь себе, не веселиться и вообще никуда не ходить следующие 8 лет, включая субботу и воскресенье Это то, что я делал с 22 до 30 Каждый день я тратил 15 часов в день в ликероводочном магазине Думал о ликероводочном Строил ликероводочный магазин Продавал вино Типа, проводил там каждый день Вот в эти выходные Не в Риме, Тейлор Что ты делала в эти прошлые выходные? Что ты делала в эту субботу и воскресенье? Скажи мне правду, только не в Риме Да, извранья Я помогала своей маме в диджитал-медиа и брендинге для ее компании Обожаю тебя Так, у меня были совещания по маркетингу Обожаю тебя С людьми, которые я этим занимаюсь Обожаю тебя Сколько времени у тебя было на себя в субботу и воскресенье, в которой ты не работала каждую минуту? Говори мне правду Много Я знаю Итак, это панч-лайн Верно? Теперь представь следующее Когда я говорю тебе Ты потратила больше времени впустую не на свою карьеру на этой неделе, чем я в свои 20 целиком О, черт Окей Это все расставляет по своим местам Я так думаю Круто Я тоже так думаю Да, мне надо просто переступить Тейлор, тебе нужно оказать мне огромную услугу Если ты реально хочешь победить и хочешь приехать в Нью-Йорк через 8 лет и пожать мою руку, вот что тебе нужно сделать Тебе нужно перестать париться по поводу того, что есть у других И осознать, если ты опустишь голову и просто будешь работать в следующие 10 лет без гламура Без новой охранительной тачки, чемодана, ювелирки, отпуска Без отпуска в Каачеллу Никаких новых кроссовок Иди работай, и у тебя это будет Когда ты паришься по поводу того, что я упомянул, это затормаживает твой процесс обладания этим Окей Спустя несколько лет я стану миллионером, приду и пожму твою руку Я уверяю тебя, это заявление само по себе дало мне стопроцентную гарантию, что этого не будет Да, да, так это работает Стать миллионером в 25, когда тебе 22 тысячи хрен на блюде и даже еще не начала Это немыслимо, только если ты выиграешь лотерею В чем романтика? Ладно В чем романтика? Я хочу заработать... Знаешь, как каждый говорит? Гарри Ви, когда ты собираешься купить жест? Через 2 года? Я говорю через 20 Я романтичен по поводу процесса, и поэтому я действительно проверну это Ты хочешь стать миллионером в 25? Как, Тейлор? Это цель, которая у меня всегда была Зачем? Просто сейчас то, что я делаю, это не то Все верно, это случайная дичь, которая ничего не значит Да Не лучше ли тебе тогда гарантировать миллионерство к 36, участвуя в долгосрочном марафонском забеге против того, Чтобы участвовать в куче беспонтовых спринтов, которые гарантируют, что у тебя этого не будет? Я обещаю, у тебя веселые вещи происходят с твоей самооценкой Когда тебе 31, и ты не миллионер, потому что ты преследовала быстрый гребаный кэш И сейчас ты на 6 лет отодвинута от достижения своей цели Твоя самооценка начинает бэковать с твоей головой Угу, да Слушай внимательно Я хочу купить Нью-Йорк Джетс, хотя я разъясняю каждому Мне нужен процесс попытки того, что я хочу купить Нью-Йорк Джетс больше, чем самопокупка Нью-Йорк Джетс Понимаешь? Да Потому что в итоге это конечная цель, но за всем этим стоит процесс Ты должна понять, меня не волнует конечная цель Меня волнует процесс и получение от него удовольствия Ты не получаешь удовольствия от себя, пытаясь добраться до миллиона баксов за следующие 3 года Нет Ты прав О, я знаю, я прав Я просто заостряюсь на этом, потому что мы погрузились в это слишком глубоко Я задержусь на этом еще пару минут Попробую пропихнуть тебя вместо того, чтобы ты просто оставалась на пике практичности следующие 36 часов И потом вернулась назад к инстаграмной хрени через 48 часов Я деактивирую эту хрень Нет, тебе нужно научиться дисциплине, чтобы суметь направить это в нужное русло Да Я просто чувствую, что как бы сидя на этом пьедестале, только калечу себя, потому что не делаю эти вещи, чтобы попасть туда Естественно Участвуешь в фальшивом повествовании вместо того, чтобы реально напрягаться и работать, чтобы добиться своего Желаешь вместо того, чтобы действовать И что происходит потом, если ты живешь в своем фейковом мерке, и ты это знаешь, который впоследствии меняет твое поведение и твое отношение с другими Это правда Я знаю Типа, при всей моей броваде сейчас я был очень тихим в свои 20, люди стебались надо мной Работаешь в ликероводочном своего папы, я на Уолл-стрит, зарабатываю по 100 тысяч, я купил Бэху Круто, Пэт Да Ты понимаешь уровень неуважения, который у меня был к Пэту? Ты понимаешь уровень неуважения, который у меня был ко всем 20, 30, 40, 50-летним с бестящими цацками? Все эти лайки в странном инстаграме, я не могу дождаться, чтобы этот мир исчез Я никак не дождусь, чтобы всех этих чертовых балаболов смыло, когда экономика окажется в жопе Да, потому что они краткосрочно позволяют себе штучки на показ, но в длительной перспективе подобные занятия нечисто неустойчивы Да, но в то же время ты ими чертовски восхищаешься Я знаю, в этом проблема Без базара, Тейлор Это очень плохо Тейлор, тебе нужно начать любить процесс и работу и грайнд Тебе нужно начать уважать людей, которые типа спят с четырьмя соседями и покупают себе футболки в Walmart Да, знаешь что, мне как бы нужно проснуться Мне как бы нужно достичь дна для того, чтобы пробудиться Мне сейчас слишком комфортно, меня это тупо бесит и выводит из себя Я так, я так не считаю Я думаю, ты говоришь, тебе надо достичь дна, потому что это даст тебе больше времени гнать, как сейчас Я об этом не думала Понимаешь, о чем я? Типа ты понимаешь, это не работает Ты просто говоришь Кстати, дай-ка мне завершить здесь по левому флангу Ты 22-летняя девочка Женщина Как бы, это нормально, чуть-чуть наслаждаться сейчас Ты слышала, что я говорил про сожаление? Не знаю, насколько ты знаешь мой контент, но раз в туалет, когда меня просят дать совет 25-летнему Гарри Ответ Иди веселись, придурок Не было бы нормально поехать в Вегас или Акапулька или заниматься каким-нибудь дерьмом Понимаешь, что я имею в виду? Типа, как бы... Да, однако думаю, я навеселилась в колледже и сейчас, мне кажется, пора работать Ну ты... Нет, нет, нет Это бредовая пиар-версия Тейлор Реалити Тейлор до сих пор находится в этой зоне Да Не изводи себя, не нужно держать на себе ответственность за капризные и бредовые фантазии Просто напрягайся и получай удовольствие Получай удовольствие от того, что ты ешь дерьмо и грязь и кровоточишь и перелопачиваешь И пусть тебя не волнует, что тебе думают другие Почему ты это не сделала и почему ты делаешь так? Работай на четырех работах Глимом Венди, с Волмарт, занимайся делом на стране Работай Тренируйся, учись Не думай, что ты диджитал-эксперт только потому, что у тебя 22 и у тебя есть аккаунт в Инстаграм Покажи мне, сколько херни ты продала со своими диджитал-сошел-медиа-навыками Окей Ты понимаешь? Нет, я понимаю, да Ты просто полностью не в той игре Я задерживаюсь с тобой на этом, потому что ты и 99% людей, которые смотрят это, играют в туши игру Я знаю, поэтому хотела задать вопрос Но смотри Я очевидно не единственная Нет, ты большинство, и ты огромное большинство Вопрос в том, что тебе просто... Просто надо понять следующее Ты можешь обмануть лузеров Ты не обманешь меня Хорошо, потому что мне нужны честные ответы Тебе не нужны мои честные ответы Ты тоже знаешь, что ты не обманываешь себя Никто из нас не обманывается миг себя Я просто хочу напомнить тебе, что Ты можешь обмануть своего дядю Валеру И ты можешь обмануть свою подружку, которая ходила с тобой в унылый колледж Но ты не можешь обмануть победителя, когда врешь Смекаешь? Смекаю Значит, даже когда ты позируешь и угождаешь, пиаришь себя Победитель не думает, что ты выигрываешь Да, это не так Я знаю Работай Это ответ на все твои вопросы Работай, учись, продвигайся, продавай хрень Учись, как зарабатывать деньги Работай Ладно Я буду Было хорошо? Круто, спасибо большое Можешь оказать мне услугу? Да Можешь прислать мне мейл через 30 дней, только не в Римне Какой у тебя твиттер? Или инстаграм? Какой твой инстаграм? Нет, нет Давай Инстаграм Собака TheFabulousJourney TheFabulousJourney Да Я и вся моя команда и вся Вайнернация смотрят О, блин Окей Я разоблачу все твое вранье Окей Все смотрят Окей Я догоняю Ты понимаешь? Да Мне нравится твое синее платье Спасибо, купила на распродаже Мне нравится этот ответ Это лучшая вещь, которую ты сказала за весь Это лучшая вещь, которую ты сказала за все время Слушай Медленный, но умный выигрывает гонку Ты соревнуешься только сама с собой Окей Врубаешься? Врубаюсь Никто другой тебя не определяет Ни я, ни любой смотрящий, ни твоя мама, ни сраный Кардашьян Ты Понятно Ты можешь пахать и оставаться терпеливой 10 лет Каждый день И все равно будешь на 10 лет младше, чем я И я бы поменялся с тобой местами Это так здорово иметь время на своей стороне Да, время это все Используй его Я буду Хорошо, увидимся Спасибо Пожалуйста Вы продолжаете задавать вопросы Я продолжаю на них отвечать Переведено и озвучено студией Тримпель Если хочешь видеть на этом канале больше Гарри Войнарчука Оцени видео лайком Субтитры сделал DimaTorzok